Здравствуйте! В эфире Первого Карагандинского новости. В студии работает Мирамгуль Салкимбаева. Коротко о главном. Почему Акимат хочет выселить из квартиры мать восьмерых детей? И как история с жильем связана с бывшим Акимом области Бауржаном Абдишевым? Акимы меняются, страдает простой народ. Один дал жилье, другой отбирает. Кто мешает жить пенсионеру в собственной квартире? И почему пожилой человек живет на вокзале, уже месяц узнавал наш корреспондент. Почему жители поселка Дубовка не устраивает работа местных властей? И когда сельчанам ждать питьевой воды? Вы узнаете совсем скоро. В Караганде одинокая мать восьмерых детей рискует остаться без жилья. Со слов женщины, выселить из квартиры пытаются сотрудники Акимата. Сами же чиновники уверяют, что в квадратные метры обладательница Алтыналка вселилась незаконно. Сейчас в спорном деле разбираются представители Фемиды. О непростой истории расскажет Аймамрина. Акима меняются, страдает простой народ. Один дал жилье, другой отбирает. Мать-героиня Бахтгулька Ребекова получила квартиру от экс Акима области Бауржана Абдишева в 2012 году. Узнав, что многодетная семья живет в съемном аварийном доме, глава области, который оказался на скамье подсудимых, выделил нежилое помещение, пообещав вскоре помочь с документами. Однако на официальное обращение Бахтгулька Ребекова никто не реагировал. В итоге пришла повестка в суд о выселении. Сейчас одинокой матери помогают только ее дети. Несмотря на юный возраст, пятеро из восьми детей уже устроились на работу, чтобы прокормить остальных. Потому что ежемесячное пособие, которое выделяет государство, едва хватает на еду. Мне кажется, что они время оттянут, пока бал армейский день сидит, а потом скажут, освободите квартиру. К слову, многодетную мать исключили и из очереди на квартиру. Теперь карагандинке придется собирать документы заново. Между тем, представители Акимата на суде заявили, мол, Карибекова вселилась в помещение незаконно, потому что подтверждающих документов о том, что жилье принадлежит Бахтгуль, нет. При проведении интервизации специалистами ГУ в отделах госактивных и закупок выявляется факт незаконного вселения в данном помещении Карибековой Бахтгуль-Кабул-Кумаровой, без каких-либо документов, дающих право населения. До таких обстоятельств полагаем, что действия Карибековой БК, связанные с самоправным занятием дежурного помещения, не предусмотрены с законом РК о жилищных отношениях. Слушание по данному делу отложили на 19 августа. Отчаявшаяся Бахтгуль-Карибекова намерена обратиться в администрацию президента, потому что в правосудие многодетная мать уже не верит. Законные квадратные метры пытаются отобрать и у 78-летнего пенсионера Тимира Бекмуратова. Только в этой истории замешаны мошенники, представлявшиеся сотрудниками Акимата. Сейчас пенсионер вынужден жить на Карагандинском вокзале, потому что появляться в собственной квартире мужчина боится. Николай Кровец с подробностями. Два мужика, ну, молодые. Они со взломом меня затолкали и зашли. Пенсионер Тимир Бекмуратов до сих пор вспоминает тот день, когда к нему пришли мошенники. Лже сотрудники Акимата взломали дверь и, не сказав ни слова, стали обыскивать квартиру. Однако найти так ничего не удалось. Через некоторое время к старику заявились другие люди. Мошенники попросили пенсионера освободить квартиру и даже грозились отправить его жить в дом престарелых. Незнакомые люди сказали доброму дедушке, что теперь квадратные метры ему не принадлежат. Но Тимир Бекмуратов уже понял, что здесь всё нечестно. Пока мошенники разговаривали с пенсионером, кто-то проник в квартиру и забрал все документы. Ну, тот мужик вроде бы солидный, только представительный. Видали, где-то в Акиме или где-то работает. Он зашёл, ахнул. Потом мне говорит так, чтобы вы не говорили, кто приходил, кто уходил, какие слова мы передавали друг другу. А то плохо будет. После этих слов пенсионер боится появляться в квартире. Сегодня дальнейшей судьбой Тимир Бекмуратова заинтересовались его соседи. Асель Салпенова – одна из первых, которая разместила в интернете информацию об обманутом пенсионере. Кроме того, женщина открыла лицевой счёт в банке, на который уже приходят деньги не только с Казахстана, но и с соседних стран. Неравнодушными оказались не только соседи, но и журналисты. Они ходили, когда изначально был инцидент, они ходили в милицию, по их словам, писали заявление, даже находили этого мужика, который документы собрал. Ну, сейчас, слава богу, инцидент исчерпан. Что в милиции, что в Акимате клянутся божатство, что говорят, что документы вернут, восстановят. Дай Боже, конечно. Сегодня в деле разбираются сотрудники ДВД Карагандинской области. Заявление Тимира Бекмуратова зарегистрированного органа внутреннего дела Карагандинской области. На сегодняшний день, по данному факту, проводится досудебное расследование по статье 190, то есть мошенничество. По окончанию расследования будет принято в процессуальное решение. Пока мошенников не наказали, временным пристанищем Тимира Бекмуратова стал Карагандинский вокзал. Здесь он снимает временное жильё за 1400 тенге. Домой он возвращаться боится, потому что гарантии, что к нему нагрянут нечестные люди, никто не даёт. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Жители посёлка Дубовка Бухаржираусского района недовольны работой своих чиновников. Жалоб у сельчан много. Это высокая цена за электроэнергию, отсутствие воды. Также жители не устраивает качество оказываемых государственных услуг и работа местного КСК. Жители посёлка Дубовка устали обращаться к местным чиновникам. Их проблемы работники Акимата не слышат. Огромные суммы в квитанциях за электроэнергию бьют по карманам. Да и воду таскать из колодцев люди устали. Потому возмущённый народ обратился за помощью в департамент по делам государственной службы и противодействия коррупции. Специалисты антикоррупционного департамента попытались решить проблему. Жители переведут к поставщику с более низким тарифом. А вот КСК людям предложили организовать самим. По пояснению Акима Бухаржировского района, смертная документация уже составлена. Акимом района сделана заявка, бюджетная заявка. Сейчас он находится на стадии ожидания, то есть когда поступят эти средства. Как только эти средства будут, население будет обеспечено водой. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надёжный, прочный. Для тех, кто ценит качество. В Караганде продолжается производство детских велосипедов. Некогда известные предприятия из шахтёрской столицы раньше отправляла свою продукцию по всему Советскому Союзу. Теперь республиканская программа «Сделано в Казахстане» поможет сделать казахстанскую двухколёсную технику более востребованной. Спрос на детские велосипеды карагандинского производства был всегда. По всему Советскому Союзу создавались базы, где приобретали нашу продукцию. После того, как начали работать в новых условиях рынка, предприятие «Карагандинский завод металлоизделий» продолжило уделять своих клиентов. Теперь они стали выпускать не только всем известные велосипеды «Балдерган», но и современные. Это детские велосипеды для подростков и для школьников. Также расширили ассортимент «Этасанки», «Алакай», «Бабек» и ещё где-то 3-4 наименования. Конкуренция сегодня достаточно жёстко, отмечают на предприятии. На казахстанском рынке присутствуют товары из Китая, Белоруссии и России. У всех цены разные, но у соседних государств они значительно ниже. Только в год в Караганде планируется выпускать около 80 тысяч велосипедов. На общую сумму – 340 миллионов тенге. «Сейчас пробуем выходить на рынки России понемногу ещё, не в больших количествах, но уже у нас начинают врать. Санок мы выпускали, где-то лет 5 мы выпускали около 60-70 тысяч санок. Сейчас в связи с жёсткой конкуренцией у нас снизились 15-18 тысяч». То, что наши велосипеды качественные, говорят все сертификаты, полученные по казахстанскому содержанию. В шахтёрской столице продолжается ежегодная благотворительная акция «Дорога в школу». Сегодня рюкзаками, учебными принадлежностями и одеждой одарили школьников из 30 семей. Организаторы акции «Карагандинский литийный завод» и общественные объединения «Саурпах» поздравили учеников и призвали граждан помочь детям вместе. Сегодня на лицах школьников светятся улыбки. Ручки, карандаши, фломастеры, альбомы и ещё много других принадлежностей – всё это вмещается в ранцах. Кроме того, малышам подарили школьные формы и спортивные костюмы. Теперь учиться плохо, просто невозможно, говорят ученики. «Я хочу стать будущим специализмом. Для этого надо хорошо учиться и хорошо читать, писать». В прошлом году с помощью такой благотворительности помощь была оказана двум тысячам школьникам. Этим летом их количество будет больше, заверяют организаторы. «Мы работаем в области не только в самой Караганде, но и в районах. В районах Шетском районе, в районе Восокаровском районе. То есть мы тоже там оказываем детям иногда не только спонсорскую помощь, но и в плане того, чтобы предоставить детям возможность проявить свои лучшие качества». В ходе проведения акции помощь оказана не только малообеспеченным семьям, но и трудным подросткам. В этом году мероприятие проходит уже седьмой раз, и оно продлится до 1 сентября. Аймамрина, Исламбе Госпан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В Караганде проходит акция «Международная неделя грудного вскармливания». Мероприятие проводится не только в шахтерской столице, но и во всех городах Казахстана. Это событие стимулирует естественное природное вскармливание, что способствует улучшению здоровья детей во всем мире. Для всех мамочек в роддомах проводят лекции о грудном вскармливании. Врач напоминает женщинам о том, что малышу необходимо молоко матери в течение первых шести месяцев. И потом даже со специальным прикормом надо продолжать кормить грудью до двух лет и старше. В течение всей недели эта пропагандирующая акция будет проводиться не только для кормящих матерей, но и для тех, кто в положении, а также для медицинских работников всех уровней. Наша самая главная цель – это дать информацию и сказать о том, что исключительно грудное молоко особенно важным является не только для здоровья ребенка, а также и для здоровья матери. Потому что молоко и молозиво являются очень питательными для ребенка именно в первые дни, поэтому рекомендуется кормить именно в первые часы после рождения малыша. Мамочкам также раздаются специальные пособия, где написаны рекомендации и другие правила о грудном вскармливании. Амина Смакова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Пейзажисты России и Белоруссии гостят в Караганде. В Музее изобразительных искусств проходит международный выставочный проект «Планета Содружества». Это мероприятие посвящается 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Открытие состоялось накануне. Подробнее в следующем сюжете. В экспозиции приняли участие страны Евразийского союза. На выставке представлены более 50 графических и живописных работ мастеров из городов Алматы, Караганды, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Омска, Барнаула, Орша и Санкт-Петербурга. С творчеством наших художников друзья из России и Белоруссии еще не знакомы. Однако после этой выставки они уверены – сотрудничество укрепится. Я надеюсь, что после нашей выставки молодые художники Караганды тоже к нам присоединятся. И в дальнейшем мы будем планировать уже новые проекты вместе. Выставка собрала художников всех уровней – мастеров кисти и только начинающих. Всех их объединяет одно – любовь к искусству. Основной темой каждой картины была природа. Автор старался через свое творение показать красоты родного края. Любоваться на все это в Музее изобразительных искусств можно до 31 августа. Амина Смакова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде растет юный подражатель известного аргентинского футболиста Леонеля Месси. Четырехлетний Карим Касымтаев начал заниматься футболом почти с пеленок. Сейчас мальчик занимается в новой футбольной секции для малышей в центре бокса имени Серико Сапиева. На тренировках побывал и наш корреспондент. У маленького подражателя Месси пока еще не все получается. Тренировки – дело сложное. Но Карим не сдается. Заниматься в новой футбольной школе ему нравится. Папа мой любит тоже гол с большим играть. И я тоже. И я могу забивать гол и папа, все. Карагандинская детская футбольная школа открылась совсем недавно. Именно поэтому воспитанников здесь немного. Их всего семь. Дедушка пятилетнего Данила Александр Олейников считает, что футбол закаляет мужчин. Потому привел своего внука именно сюда. Как только пошел где-то, в два годика мы с ним уже начали футбол играть, как говорится, дома. Я стоял на воротах, он мне забивал голой. Ну а сейчас вот появилась возможность, что дочь в интернете нашла. Открылась секция с профессиональными преподавателями. Решили попробовать. Ходим месяц. Ребенок стремится. Работники футбольной секции хотят вырастить в своей школе настоящих чемпионов. Начав с малого, будут продвигать малышей к успехам. Мы стоим в начале большого пути. Группа только набирается у нас, детям нравится. Тренеры занимаются по методике, разработанной российскими специалистами. Сейчас такие школы есть в трех регионах нашей страны. Организация сотрудничает с Барселонским клубом. Тренеры уверяют, что туда будут направлять самых одаренных воспитанников детского футбола. Аймамрина Жасулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. А я с вами прощаюсь. Аман Сауболонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова